МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Селям алейкум, дорогие телезрители! Сегодня, как всегда, вечером по средам в прямом эфире телеканала АТР программы «Крымский вопрос». Сегодня у нас очень интересный гость. Он крымчанин. Человек, который почти всю жизнь прожил в Крыму. Сейчас живет в Киеве и является руководителем департамента Крыма. Такой очень известной и влиятельной общественной организацией, гражданской организации Украины, Майдан закордонных справ. Это Андрей Клименко. Здравствуйте, Андрей. Хотел бы сразу, чтобы читателя ввести в курс дела, хотя у нас были уже представители вашей организации и подробно рассказывали, но все-таки читатели, как газетчий говорю, читатели до сих пор, зрители не могут смотреть все передачи подряд. Коротко об организации. Майдан закордонных справ был создан во время последнего месяца Майдана, в конце 2013-го, начало 2014-го года украинскими дипломатами с целью, как бы, предложить украинскому обществу альтернативный взгляд на внешнюю политику Украины, на то, какой она должна быть, ну и делать то, что может делать общественная организация в этом смысле и внутри Украины, и за границей. Что касается Крымского департамента, то мы единственные на сегодняшний день из Тинктенк, из аналитических центров украинских, которые имеет Крымский департамент на постоянной основе, из четырех человек, трое из них это ялтинцы, которые занимаются целым рядом аспектов стратегии возвращения Крыма, в основном международной части. Вот, ну, так сказать, думаю, что о том, что у нас получилось, над чем мы работаем, мы поговорим в ходе. Да, хотелось бы начать с чего-то конкретного. Вот ваш рабочий день. Вы приходите на работу, и какими вопросами, связанными с Крымом, вы занимаетесь? У нас есть два, как минимум, вопроса, которыми мы занимаемся два года каждый день, и выходные в том числе. Это мониторинг нарушений морских и нарушений воздушных. То есть в ежедневном режиме мы мониторим заходы в крымские порты морских судов различных стран, и мониторим в ежедневном режиме все полеты самолетов, ну, в данном случае в аэропорт Симферополь в единстве. А каким образом это делается? Ну, с помощью, так сказать, как легальных источников, так и своей корреспондентской сети наших, наших срочников в Крыму, естественно. А как с точки зрения открытых источников? Это же есть сайты какие-то, да? Конечно, есть различные сервисы. Да, совершенно верно. Есть морские, авиационные, навигационные сервисы. Вот. И нам целый ряд их владельцев, в том числе за рубежом, предоставили полный доступ. Тот, который очень дорого стоит. То есть у обычного пользователя нет такого доступа? Нет. Нет. Он может видеть многое, но не все. И мы можем, кроме всего прочего, ну, как бы откручивать назад время, смотреть историю заходов. А это, что это за организации? Это, ну, есть несколько сервисов. Есть Marina Traffic, есть Shipping Explorer. Это те сервисы глобальные, которые используют, ну, во всем морском мире, скажем так. Сейчас вы заинтересовали, Андрей, сейчас люди начнут смотреть эти сервисы. Что они там увидят относительно Крыму? Ну, они увидят практически в режиме реального времени. Передвижение кораблей. По каждому из портов, да, передвижение кораблей. Вот. Они не увидят их собственников, их операторов. Мы это увидим. Они далеко не всегда увидят, ну, характер груза или из какого порта пришел, пришло это судно. Вот мы это видим, анализируем и ведем статистику соответствующую. Ну, и не просто мы за это время научились пароходы останавливать в море с помощью своих публикаций, да. Или подталкивать правоохранительные органы, морские страховые компании к принятию действий соответствующих. То есть, смотрите, они как бы действуют полузаконно или незаконно на страх и риск, а вы им доводите до сведения, что это запрещено, там, законодательством, международными договорами, запрещено санкциями, и что тогда происходит? Ну, смотрите, что получается. Значит, на сегодняшний день мы видим совершенно четко, что, значит, те морские суда, которые в течение этих двух лет нарушали законы Украины и нелегально, так сказать, нарушали украинскую границу... Это все суда, я правильно понимаю? Все, все, да. Ведь так как статус территории оккупированной, поэтому все. Конечно, все порты закрыты. В отношении портов действуют санкции, как украинские, так и международные. Вот, поэтому в морском мире знают, что этот мониторинг ведется. А почему все-таки это очень прибыльно? Почему занимаются этим все-таки? Не, ну как? Конечно, если есть грузопоток, да, то есть и те люди, которые хотят на этом заработать. Вот, правда, в результате наших действий, то, что мы это тут же публикуем на нашем издании Black Sea News, и то, что мы это... это сразу перепечатывает морская пресса. То есть профессиональная пресса, есть целый слой профессиональной прессы? Безусловно, морская, безусловно. И, скажем, что очень сильно, например, повлияло еще в 2014 году. Вот если сейчас проанализировать, за два года около 300 нарушителей в нашей базе данных. Это количество заходов или количество судов? Это количество судов. Значит, из них к сегодняшнему дню, ну, наверное, процентов 95, это суда под разными флагами, которые принадлежат русским судовладельцам. Ну, это же такая, чтобы зрители понимали, это такая практика морская, когда, чтобы не платить налоги, такой своеобразный офшор, да, берется флаг, там, острова, как... Камбоджа, например. О, это одна из крупнейших морских держав, без шуток. Монголии. Монголия, это крупная морская, вернее. Безусловно, да. Или каких-то экзотических островов, типа острова Палау, где, наверное, государство есть такое, где население 20 тысяч человек в Тихом океане. Но на самом деле суда российские. Да, конечно. Они принадлежат русским судовладельцам, и, ну, нам приходится проводить, так как в каждом случае, серьезное очень расследование журналистское, для того, чтобы выявить, кто на самом деле является судовладельцем. Это часто офшоры, наверное, да? Нет, ну, как правило, это русские физические лица и фирмы, вот, которые для того, чтобы, вот, особенно в последний год, когда они убедились, что есть, так, мониторинг, что когда надо уйти от санкций, они, так сказать, регистрируют формальных владельцев, в офшорных различных, по всему миру. Ну, граждан тех стран, допустим. По всему миру. Вот, ну, их это не спасает, потому что можно и, так сказать, в офшорные базы увидеть. Вот, но что дальше происходит? Например, вот после нашего мониторинга 2014 года, и после первых задержаний судов-нарушителей в украинских портах, например, большая пятерка морских страховых компаний, она просто написала всем своим клиентам, что она не страхует, если вы идете в порты Крыма, то мы не страхуем. А страховка, в том числе, от санкций тоже? Страховка, ну, они понимают, страховая компания понимает, что если, во-первых, пароход нарушает международные санкции, во-вторых, он рискует попасть под арест, и, таким образом, страховая компания говорит судовладельцам, что это ваши проблемы, ваши потери, потому что каждый день задержки судна – это десятки тысяч долларов. Но, вообще-то, весь, насколько я вот таким дилетантским умом знаю, весь бизнес, вот, огромный, всемирный бизнес, он связан со страховками. Безусловно. Безусловно. И, конечно, наличие санкций, причем, скажем так, особенно американских, потому что, так или иначе, все европейские компании, и это связано не только с морем, вот, но и с авиацией, с инвестициями, с торговлей. Ну, счета-то где у всех? Я прошу прощения. Или счета, или, ну, так или иначе, они технологическими цепочками связаны. Счета, проплаты, я вот не знаю, как дилетантский, но так это все, да? Совершенно верно. То есть, федеральная резервная система связана. Да, и если, скажем, европейская компания какая-то нарушает санкции, вот, то если она, а она в 99% случаев связана с американским бизнесом, так или иначе, она тут же попадает в поле зрения американских контролирующих органов и финансовой разведки. Ну, а потом американцы начинают им создавать различные проблемы. Есть такие примеры? Безусловно. А насколько поток изменился с 2014 года? Ну, поток изменился кардинальным образом. И, то есть, мы сегодня практически имеем единичные случаи заходов турецких судов. Мы не имеем, так сказать, там, одного сумасшедшего румыно-сирийского происхождения, который, зарегистрировав, перерегистрировав после наших публикаций в офшорах свои суда, еще заходит, но уже там подключились наши румынские коллеги-журналисты, и там создают ему проблемы в Констанции. То есть, вот, чтобы в целом понимать, иностранные сюда вообще сейчас не заходят практически? Вот за последний месяц, скажем. За последний месяц, ну, 3-4. Все остальные, ну, в том числе, как бы иностранные, но в основном, это русские судовладельцы, русские экипажи, русские капитаны. То есть, которые под санкциями никак не могут оказаться, да? Они могут оказаться под санкциями, и мы тоже над этим работаем. И эти санкции, их будут ждать скоро. Они, конечно, не пойдут в порты Украины, зная, что идет контроль. Вот, но они ходят в порты Турции, Румынии, Болгарии, Средиземного моря. И те страны, которые, там, страны НАТО, страны Европейского Союза, которые участвуют активно в режиме санкций, они будут реагировать на, в том числе и на наши материалы, и на материалы украинских правоохранительных органов. Такой, опять, вопрос не финансового человека. Но вот есть Сбербанк. Да. Это, ну, просто для примера, таких организаций множество, там, для компаний сотовой связи и так далее, которые официально заявляют, когда им любые вопросы на любые такие темы, никогда в Крым ни за что не пойдем, санкции и так далее. Да. А эти-то почему не боятся? Они что? Ну, как правило, понимаете, если берем 2014 год, и работали морские компании, ну, так сказать, большие, то сейчас это все мелкие компании с очень старыми пароходами, которые или по рекам России ходят, или, значит, только по российским портам. А, то есть российские крупные компании тоже с этим связываются? Нет, они ушли уже, они ушли уже. И, скажем так, вот из этих там двух с половиной сотен русских морских судов, ну, это старье типа река-море по 30, по 40 и по 50 лет постройки, то есть это проржевевшие корыта, которые возят либо стройматериалы, строительный камень, значит, либо небольшие партии контейнеров из Севастополя в Новороссийск. Вот, то есть это такие очень примитивные грузы. Есть там несколько судов, которые принадлежат египтянам и киприотам, северным причем киприотам, непризнанному государству, ну, например, которые из Ахметовского терминала в ЛИТО, которые продолжают работать в Севастополе, небольшие партии зерна возят, причем возят тоже, возят, например, в Ливию, возят в Сирию, на Северный Кипр, то есть тоже в такие государства. Интересный вопрос. Уже не раз звучала Турция и Турецкая республика Северного Кипра, вы упомянули. Это значит, значит ли это, что турецкие власти сквозь пальцы смотрят на подобные нарушения со стороны своих предпринимателей? Турецкие власти смотрели на это сквозь пальцы в 2014 году. Вот, но по мере было, когда у нас и пассажирский пароход ходил из, там, несколько раз в месяц из Севастополя. Он до 2015 года, кажется. Да, теперь уже не ходит. Значит, и не ходит, потому что и мы публиковали, и наше генеральное консульство в Стамбуле этим занималось, и Министерство иностранных дел предъявляло соответствующие вопросы турецким дипломатам, и Мустафат Жемилев, и Рифат Чубаров при каждой встрече с президентом Эрдоганом, с премьер-министром Давута Глык, тогда ставили эти вопросы. И в конце концов, практически турки сегодня не работают с Крымом. Конечно, на это очень сильно повлияло и то, значит, когда они сбили русские самолеты там на границе с Сирией, и в целом пошли взаимные, так сказать, взаимные санкции России и Турции. Но сегодня ни турки, ни греки, ни итальянцы, если раньше, например, в 2014-2015 годах, ну, основная часть паромов, которые обслуживали Керченскую паромную переправу, это были греческие и турецкие паромы. Они были приписаны Греции, Турции? Или они были произведены там? Они были, значит, это были суда, которые принадлежали турецким и греческим судовладельцам. Вот, и на первых порах с турецкими и греческими экипажами. Это какие паромы, что они везли? Да, ну, это вот те паромы, которые... А именно те паромы, которые... А, грузопассажирские, грузопассажирские, да. Вот, вот эта вся работа, режим санкций, его мониторинг привели к тому, что русские вынуждены были выкупить эти суда. У этих, да, у этих судовладельцев переименовать их, повесить на них русские флаги, значит, и, то есть, ну, мы их вынудили фактически совместными усилиями всех тех, кто этим занимался, понести очень существенные дополнительные затраты. Потому что одно дело, когда вы просто ставите, разрешаете иностранному судну стать на свою, там, пассажирскую или грузовую линию, да, а другое дело, когда вы вынуждены, да, чтобы или ваше государство, или ваша судоходная компания купила этот пароход, перерегистрировала, ремонтировала, наняла на него экипаж и так далее. И это одна из главных целей санкции вообще-то, это нанесение дополнительного финансового ущерба. Вообще, вот вы лично, вы, Андрей Клименко, ведете свою войну экономическую. Безусловно, каждый день. Насколько вы, вот, сравните ваши санкции, сравнимы с чем? Вот, которые, какой ущерб от них? Просто я не могу это оценивать никак, мне интересно. Ну, я думаю, что это сотни миллионов долларов. По крайней мере. За два года, которые... Безусловно, безусловно. Безусловно, да. А вот эти паромы, которые сейчас ходят, это, в общем-то, если судить о том, по тем фактам, которые вы приводите, это, в общем-то, паромы плюс грузовые какие-то суда, которые ходят в российские порты, это, в общем-то, все, что сейчас поступает в Крым морским путем? Ну, а больше ничего, никаким путем в Крым поступать не может уже. После вот той блокады сухопутной, которая была по инициативе Меджлиса крымскатарского народа, да, там, при поддержке украинских общественных организаций сделана. То есть остается до того, как построится мост, значит, остается только морской путь. И, конечно, это все, что получает Крым, значит, оно идет сегодня морским путем. Ну, вот, кстати, сегодня один из севастопольских чиновников, ну, я думаю, что он переврал, он сказал, что, значит, за пять месяцев энергетической блокады в Севастополе вот эти дизель-генераторы съели миллион тонн дизельного топлива. Ну, я думаю, что они не могли столько съесть, я думаю, что они там... Они списали эти топлива? ...что они списали там как минимум процентов 60 еще с этой суммы, да. Ну, миллион тонн, это, ну, это слишком... Это значит, воровать с убытком. Ну, да, да. Вот, но... То есть это все, это продукты питания, это огромную часть, кстати, грузопотока занимают перевозки военных, военной техники. Морского? Конечно. Ну, представьте, если мы... То есть мы понимаем, как только мы слышим, что, например, перебазирована такая-то бригада. Но это же не по воздуху, да. Ну, бригада, полк, то есть военные соединения... Это танки, это боевые машины, пехоты, БТРы. Это 300, 400 грузовики, заправщики, радиостанции. Но это опять же паром или это военные суда? Это паром. Надо понимать здесь совершенно четко. Значит, когда летом мы видим, например, по веб-камерам, которые везде установлены, значит, и на Керченской паромной переправе, и с этой стороны... Вы еще и там присутствуете... Нет, нет, но они доступны, значит... А, это вот такие, которые можно в интернете... Да. И мы видим, что пассажиропотока нет, что погода хорошая, так, а паромная переправа, например, полдня не работает. Это однозначно означает, что идет переброска военной техники, которая идет, невзирая там на туристический сезон, невзирая на очереди. Половина вот тех очередей, которые было в прошлом году, примерно... Видео мы видели с драками, с матом, с инфарктами. Да, 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 совершенно верно. До половины этих очередей они были вызваны перебросками военной техники, на самом деле. А сейчас что? Не, ну, сейчас будем видеть. Да, сейчас будем видеть. Но сезон начался уже? Я думаю, что нет. Мы сегодня тоже смеялись, потому что... Ну, мониторим мы, так сказать, в круглосуточном режиме все, что в Крыму говорится. Очень много смеемся, потому что... Ну, понимаете, господин Константинов там озвучил, что будет 6-7 миллионов туристов. Вот. И сегодня там его подчиненные... Вот. Ну, они всячески натягивают. А каким образом? Значит, не, ну, они говорят, вот был уже... Уже там миллион был. Где? Из них в Крыму там с начала года. Как они считают? Просто интересно. Они... Как бы по пассажиропотоку. Вот. Но мы же тоже умеем считать пассажиропотоку. Вот. Но, правда, сегодня господин Ростенко, мэр Ялты, значит, он сказал, что да, сезон идет лучше. Потому что в Ялте за первые там пять месяцев отдохнуло 90 тысяч туристов. А поскольку по раскладкам господ, которые Крымом сейчас от имени оккупантов уклавляют, Ялта принимает 50 процентов, ну, это никак в их там 700 тысяч не укладывается. То есть, если просто сопоставлять данные... То есть, вся ваша вот эта разведдеятельность, она по большей части открытооткрытых срочников основанных? Безусловно, да. Вы сопоставляете? Конечно, да. Это так и называется. Это называется асинт-разведка, то есть open source intelligence, то есть разведка по открытым источникам. В чем еще врут? Ой, да врут во всем. Значит, одна из самых тревожных тем, которая у нас в сфере мониторинга, это миграция. Значит, и там это очень интересно, и на самом деле мы видим сейчас, мы прогнозировали это, и, к сожалению, это оправдывается, идет очень большой процесс миграции постоянного населения с территории России на территорию оккупированного Крыма. Это очень интересный вопрос, о котором мы уже говорили, но хотелось бы услышать цифр. По нашим оценкам, только в Севастополь при его населении до оккупации около 400 тысяч человек, по нашим оценкам, ну не менее 70 тысяч постоянного населения прибыло из регионов Российской Федерации. Это военные, их семьи, это чиновники, причем в основном чиновники из силовых структур и тех ведомств, которые замыкаются не на так называемый совмин Крыма, а замыкаются непосредственно на федеральные ведомства. То есть это там тоже следственное управление, это регистрационные различные там палаты, которые, там Росрегистр, так называемые. То есть они целиком переезжают туда, как в командировку или на ПМЖ. Ну, смотрите, даже, будем так говорить, ну примерно около 70 различных ведомств государственных представлены на территории оккупированного Крыма. Из них, ну грубо, значит, половина это федеральные и половина республиканские. Вот в федеральных ведомствах до 80-90% чиновников это приезжие. До 80-90%. Вообще-то жители Крыма это замечают. Это в фейсбуке можно прочитать, и в личном общении, и так далее. Конечно, да. Но судя по тому, что вы говорите, это действительно огромный поток. Это огромный поток. Это вы привели в пример только Севастополь, а остальные какие должны у вас есть? Ну, мы в целом оцениваем, что 1300-1400 уже. За два года. За два года. И там есть еще один поток. Это русские пенсионеры из Тюмени, из Дальнего Востока. Которые традиционно на юге там где-то покупали себе жилье. Да, и есть информация, да, о скупке там целых улиц в поселках, там в Бельбекской долине, ну вот в таких районах между Севастополем и Ялтой. Отважные люди. Отважные люди, да. Они говорят, что у нас там все равно дороже и погода, а тут хоть погода хорошая, есть где жить до старости, как им кажется. Вам кажется, что нет? Мне кажется, что нет. Дальше у них будут проблемы, эти проблемы, безусловно, будут нарастать. Вот. И есть, конечно, вот эти все вещи, связанные с инвестициями, с торговлей. Они работают и они наносят очень серьезный ущерб. Вот. Почему? Потому что, ну вот, сегодня опять-таки, эти господа из крымского правительства, так называемого, признали, что проблемы с мобильной связью, которая отвратительно работает в Крыму, они связаны с тем, что аппаратура мобильной связи европейская, европейская США. Россия не производит так, давайте по-честному, ничего. Ничего из умной техники, ничего из хорошей дорожной техники, ничего, ну вообще ничего из этого. Поэтому они вынуждены брать, использовать аппаратуру китайскую, которая хуже качества. Вот. Ну, а для нас это очередной повод в нашем китайском досье, которое мы готовим. Что с Китаем, кстати? Ну, вы как-то общаетесь, это довольно, в принципе, я просто немножко так, Китай изучал вопрос, это довольно вообще закрытая бюрократия, это очень тяжело с ними работать, это страна, которая, конечно, она завязана на США во многом по бизнесу, да, но все-таки они стараются себя обезопасить. Ну, вот смотрите, значит, китайская фирма, китайский трубокабельный укладчик отработал на так называемом энергомосту. По нашим материалам, по нему возбуждено по этой фирме уголовное дело прокуратуры Украины и так далее, но он отработал, все эти ветки, нитки положил, и сейчас его повезли обратно в Китай. Есть, кстати, у некоторых сомнения, что вообще что-то положил? Нет, положил. Значит, и кабель китайский был, они хотели купить немецкий. А почему такая, Андрей, почему такая секретность? Непонятно, то одну линию ведут, то в другую, ничего не показывают, вот с чем это связано? Ну, я думаю, что есть очень серьезные проблемы и связаны эти проблемы с тем, что энергетическая блокада, ведь они по планам своим, в связи с реальной ситуацией в энергосистеме Краснодарского края, они собирались только через два года. Ну, там нет просто энергии, это же открытые источники тоже, да? Там нужны перетоки, нужны трансформаторные подстанции и так далее. А что тогда эти кабели, сколько там, что они, собственно, представляют? Отбирают у Северного Кавказа? Отбирают. Видимо, организована система перетоков на Северный Кавказ из других регионов России, то есть это большие потери, но они это сделали, так? Вот, ну, есть сейчас предположения, в том числе и наших экспертов, что может существовать какие-то остатки каких-то систем еще подземных, которые советских, которые использовались. Ну, короче, не все в этом проблемы решены, но китайцы помогли. Окей. Сегодня, значит, мы внимательно смотрим над тем, что, ну, китайские там туристы, нас мало интересуют, они ездить туда не будут. Да, это за фреком производят. Китайские пенсионеры поедут жить в Крым. Да, надо жить в Крым. Ну, это вообще какой-то пиар уже полнаркотический. Безусловно, да. Не имеющий отношения к реальности. Вот, но в целом, конечно, мы реагируем по своим каналам, в том числе по дикламатическим каналам на вот такие вот китайские вещи, потому что они же семь, значит, они... Ну, они же с Америкой связаны все-таки. Это же бизнес-страна. Значит, что говорит на сегодняшний день Китай? Китай говорит о том, что в Китае есть совершенно жесткая однозначная позиция. Они категорически не рекомендуют своим государственным компаниям участвовать. А на частные они могут закрывать глаза? Вот, а типа вот частные, но у нас же тоже свобода предпринимательства, хотя я, честно говоря, думаю, что нам удастся здесь повлиять на китайскую политику, потому что именно используя их членство в Большой Семерке и в Совете Безопасности, он для того, чтобы... и то, что у них есть свои проблемы, скажем так, с непризнанными территориями там и так далее. Вы какие-то щупальца по всему миру расставили. Не, ну, задача Майдана закордонных справ на сегодняшний день режим санкций, то есть потери России от оккупации аннексии Крыма делать максимально. Удорожить, короче. Да, и мы это делаем во всех наших зарубежных поездках, докладах, выступлениях, публикациях. Ну, я... когда мы в конце прошлого года делали годовой доклад и в Конгрессе США, и в Организации Объединенных Наций, вот, то я там в ходе дискуссии на вопрос там о том, насколько нам можно верить. Ребята, у нас сертификат, у меня лично сертификат качества ТФСБ, уголовное дело, которое уже больше года ведется, на меня лично. Но вы же документируете все, короче. Конечно. Кстати, насчет энергетики. Из Крыма уже ни раз и ни два показывали люди и фотографии даже, и называли места, хотя там все оцеплено, и, естественно, не подпускают никого близко, что на полигонах стоят генераторы, и тоже, как бы, и вот часть этого энергомоста, это местная очень дорогая генерация за счет дизеля. Конечно. Просто когда мы говорим о энергомосте, и еще, там энергомост еще, как его не называем, но там же вход-то был с Украины всегда, и там крупные сети с Украины, то есть дерево, да, от корня расходится. И это дерево надо сегодня пересадить макушкой вниз, условно говоря, корни вытащить, безусловно. То есть это очень сложная задача, и ее, ну, в любом случае, я могу сделать вот, что по любой теме ни одному слову, которое исходит от официальных лиц сегодня, которые в Крыму руководят от имени государства-оккупанта, да, верить нельзя. Андрей, к кому они врут? Вот просто на ваш взгляд, они врут Москве или врут миру? Они врут населению, они врут миру и врут Москве. Вот, и мы же видим, что Москва им тоже не верит, да, потому что... Но деньги давать немножко меньше, потому что мы же знаем, что денег нет, но будьте здоровы, и всего вам хорошего. Безусловно, да, безусловно. Были же эти пропажи генераторов там, и... Вот, то есть на самом деле там с экономикой все очень сложно. Сегодня можно говорить о чем? И это, на мой взгляд, очень серьезный вывод. Крым возвращается сегодня к структуре экономики, которая существовала при Советском Союзе. То есть на первое место это предприятие оборонно-промышленного комплекса. То есть запущены судостроительные заводы, на них размещены заказы на постройку военных кораблей. Работает там завод «Фиолент», на котором руководит герой Украины до сих пор господин Баталин, который делает аппаратуру для самонаводящихся ракет всю жизнь. Вот, запускается феодосийский оптический, феодосийский парашютный завод, как его называли. Такая и военная база, и военно-промышленная база. Да, это военно-промышленный комплекс, вот он в первую очередь сегодня получает российские заказы. А что, Андрей, заводы «Фиртыша»? Что с сырьем? То, что много тут в Украине всякие слухи, что вот там на самом деле поставляется из Украины ему сырье. Если поставляется, то как? И поставляется ли вообще? Сначала там в апреле месяце команда Дмитрия ГНАПа фиксировала случай, когда переваливали в одном из одесских портов. Я скажу зрителям, это очень известный украинский журналист-расследователь, который в том числе дело офшоров на свет божий поднял. Да, совершенно верно. И, значит, что Эльминитовая руда, значит, с украинского месторождения поступала в порт, там переваливалась на крупное иностранное судно. Это в море? Нет, в порту. Пункт назначения – порт Кавказ. То есть ничего криминального, да? Он приходит, но в порту Кавказ есть так называемый рейдовый причал. То есть он стоит в акватории, значит, на якоре. Причем стоит в территориальных водах России. К нему подходит там небольшое судно и несколькими рейсами. Мы зафиксировали еще один такой рейс. Вот он сейчас пришел опять, этот балкер болгарский под названием Катя из Южного. Это где? Из порт Южный, в Одессе. Одесса. И вот он сейчас сегодня встал под погрузку. Мы посмотрим на него, что он будет делать дальше. Вот выходит дело, что вам и с украинскими предпринимателями нужно работать. Здесь надо искать, здесь, понимаете, здесь правоохранительные органы формально не сработают, да? Потому что в документах у этого парохода все правильно. Груз идет в Россию. Может, это такая шпионская деятельность разведывательная? Другое дело, что здесь, конечно, здесь должно быть принято решение, что, значит, соответствующими структурами, что это сомнительная операция. И они должны просто портовые власти предупредить о том, что это сомнительная операция, это, значит, и не надо ее обслуживать. А можете ли вы оценить вот вашу деятельность как своеобразную морскую блокаду? Конечно. Конечно, это элемент морской блокады. С экономическими инструментами. Конечно. Вот, ну, в 2014 году, когда был единственный заход круизного судна греческого в Ялту, и оно после этого, ну, это была, знаете, такая проверка на реакцию, и оно после этого с немецкими туристами шло в Одессу. Ну, поскольку наша публикация пошла сразу же, да, то он, не доходя Одессы, в море развернулся и ушел. Вот. То есть мы сорвали ему рейс, значит, и больше таких попыток уже у круизных компаний не было. С Андреем Клименко можно говорить очень долго. Это очень знающий эксперт, действительно разбирающийся в теме и с цифрами, и с фактами. Наверное, двух часов было бы мало, тем более получаса, который у нас отведен на нашу программу. Ну, я благодарю Андрея Клименко, спасибо, Андрей, что вы пришли. Действительно, то, что вы делаете, это очень интересно, это очень важно, и в международном смысле, и в экономическом, и в политическом, и в любом. Остается пожелать вам терпения, потому что все-таки эта работа кропотливая. Безусловно. Будем работать дальше. Будем вам рассказывать. Ну, Андрей очень усталый, но какой-то очень уверенный гид. Всего доброго. Всего доброго. До следующей среды. Редактор субтитров А.Семкин